Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шо Шо Игры. Надеюсь, вы уже подписаны, поэтому мы с вами начинаем игру Адская Башня. Да-да, я знаю, что вам нравится эта игра, поэтому я решила еще разочек сразиться с этой башней. Но на этот раз я решила усложнить ситуацию и в магазинчике купить еще один уровень. То есть мне нужно будет пройти не 10 уровней, а 11. Да-да, ребята, в магазине можно купить еще один уровень. Вот я его купила и теперь стало 11 уровней. Ребята, ну смотрите, уровень упал на пол. Ой, что произошло? Что произошло? А где же, где же, где же уровень-то, собственно говоря? Ребята, смотрите, прыгать-то некуда, уровня нет, уровень исчез. Что делать? Где уровень, куда прыгать? Смотрите, вы поднялись, а прыгать некуда. Так, что происходит? Игра сломалась, смотрите, куда надо прыгать. Это же просто невозможно. Куда делся целый уровень? Я купила один уровень, а получилось, что сломала игру. Ребята, смотрите, все падают. Никто ничего не понимает. Где? Где квадратики? Где огоньки? Ничего нету. Ребята, я такое первый раз вижу. Купила уровень и сломала игру. Да, а деньги-то за это списали, между прочим. Ладно, попробую с пружинкой. Может быть, как-то можно допрыгнуть до следующего уровня? Сейчас попробую. Сейчас вот дойду до края. И раз, два, три, пробуем. И опа! И ничего. И ничего. Никуда я не приземлилась, никуда я не прилетела. Ой, ребята. Да, оказывается, такое тоже бывает. Но ничего, я перезапустила игру. Теперь вроде бы все в порядке. Я купила одиннадцатый уровень, как и обещала. И надеюсь, что в этот раз все будет работать. Фух. Да, ребята, игра началась с приключений. Так, я в этом уровне вижу, что есть ступенечки. Поэтому, ребята, в путь. Давайте, давайте попробуем пройти эту башню до конца. В этот раз не десять уровней, а одиннадцать. Вокруг меня тут прыгают мои друзья. Я надеюсь, что мы с вами вместе сможем допрыгать до самой высоты. Итак, ребята, бабушка Шушо, мастер по адской башне, отправляется в путь. Итак, первый уровень. Назовем его салатовые полочки. Так, так. Ой, ну тут не так уж просто прыгать на все вот эти полочки. Но ничего, мы справились. И продолжаем наш путь. Знаете, нужно немножко оторваться. Оторваться от всех ребят вперед. Чтобы никто не мешал. Потому что, когда проходят игру все кучи, то есть риск, что кто-нибудь тебя толкнет. Или ты чего-нибудь не увидишь. А я тем временем уже на втором голубом уровне. И тут хорошо, что ничего не шатается, ничего не вертится. Поэтому мы просто его проходим. А сейчас мы с вами на уровне цвета зеленого папоротника. Тут такие вот светящиеся штучки. Главное их не задеть. Итак, ребята, мы с вами профессионалы. Поэтому нас такими штучками не напугать. Сейчас мы вдоль стеночки проберемся. Ай-ай-ай, главное тут пропрыгать. Ай-ай-ай, ребята, я проверила. Все нормально, можно пропрыгивать, проходить. Так, я первопроходец. Я первопроходец. Так, кто-то, по-моему, впереди меня. Так, шкала показывает. Нет, нет, мы, мы, наша компания самая первая. И мы добрались с вами до уровня, что это за цвет? Цвет, давайте назовем его фиалковый. Фиалковый уровень. Тут вот такие палочки фиалковые. Кстати, куда идти? Налево, направо. Направо пойдешь, в стену попадешь. Прямо пойдешь, опять в стену попадешь. А налево пойдешь. Через фонарики прыгать будешь. И так, ребята, мы с вами уже, уже прошли. Ну, еще половину пути мы не прошли, но уже мы близки к половине, к половине вот этой адской башни. Ну, знаете, пока какие-то уровни не очень сложные. Не знаю, неужели так будет до самого одиннадцатого уровня? Что-то мне... Ай, плохо в это верится. Смотрите, моя подружка развалилась. Аж она попалась на вот этом вот ус, на вот этом вот светлячке. Ребята, кажется, что все так просто. А эти светлячки такие, такие. Они коварные, опасные. Ты думаешь, ты все пропрыгал, а ты хоп и зацепил. А мне совсем-совсем не хочется спускаться на нулевой уровень и начинать все сначала. Ребята, знаете, у меня плохая новость. Я осталась совсем одна. Мои друзья улетели вниз на нулевой уровень. Сейчас они будут начинать игру сначала. Ай, ребята, вот эти крутящиеся, крутящиеся кубики. Ай-яй-яй, прыгаю, прыгаю, прыгаю. Так, бабушка, держись, держись, бабушка. Оп. Фух, 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 фух. Немножко отвлеклась и чуть было не прозевала эти крутящиеся кубики. Думала, что это просто кубики. А нет. Да, уровни становятся сложнее и сложнее. Кстати, ребята, вот здесь очень сложно. Поэтому я сейчас вам расскажу одну хитрость. Кнопкой ТАП я блокирую мышку. И кнопочками А, Д я выравниваю бабушку по центру. Прямо по центру. Так, вот, вот все, я по центру стою. Теперь никакая мышка случайно меня влево-вправо не шатнет. Кнопочками я выстроила себя и прохожу. Да, вот так вот, ребята. Если вы будете, как и я, играть на компьютере, то пользуйтесь этой хитростью. Кнопка ТАП блокирует мышку. Ну, а дальше мы с вами опять разблокировали мышку и прыгаем, прыгаем, как обычно. Кстати, меня пока никто не догнал. Ай-яй-яй-яй, вы видели? Ох, я ножкой прям в миллиметре была от этой светящейся линии. Ох, опасно, опасно. Так вот, меня пока никто не догнал. Но у меня сейчас есть большой шанс свалиться вниз и оказаться не первой, а последней. Потому что, смотрите, тут все вертится, крутится по горизонтали, по вертикали. Да еще вот эти светящиеся линии везде. Ох, ребята, смотрите, сейчас с одного крабика перепрыгиваем на другого крабика. Назовем этот уровень Коралловые Крабики. Хо-хо-хо. Так, ребята, мы с вами пришли на вот такой вот фиолетовые-фиолетовые палочки. Палочки-выручалочки. Надеюсь, что они меня выручат и этот уровень будет для меня легеньким. Так, палочки-палочки. Да, главное тут не засеваться. Палочки узенькие. А я такая толстенькая для этих палочек. Итак, ребята, тут вроде палочки пошире, поэтому прыгать попроще. Фух, мы с вами прибыли на уровень Коричневой Трубы. Что-то мне не верится, что тут будет все так просто. Мне кажется, что это будет адски, адски сложно. Вот здесь вот, ребята, как раз засада. Здесь будет самый сложный уровень, я так предполагаю. Хотя, хотя до самого финиша еще два уровня впереди. И, ребята, смотрите, нужно прыгать вот в эти проходы, проходить. Ай-яй-яй, как же, как же, как же мне справиться? Так, по-моему, у меня неплохо получается. По-моему, я раньше времени развела панику. Ай-яй-яй, ребята, как тут, как тут? Ооо, вот это мне повезло, вот это мне повезло. Я совсем не видела, где там проход. И прыгнула на вот эту вот лесенку. Фух, ребята, неужели, неужели я с первого раза доберусь до финала? О-о-о. Так, ребята, если я доберусь до финала и не упаду, с вас обещание. Вы ставите бабушке жирненькие, прижирненькие лайки. Ой, а вот этот серый уровень, что-то я его боюсь. Ребята, смотрите, сколько там светящихся, светящихся вот этих вот кубиков. О, все, по-моему, я справилась с этой светящейся частью. И главное сейчас вот здесь нигде не упасть, нигде не соскользнуть. И мы уже с вами на предпоследнем, предпоследнем сером уровне. Ой, ребята, я так волнуюсь, так волнуюсь. Мне так хочется от вас получить жирненький лайк. Но мне почему-то кажется, что я свалюсь сейчас где-нибудь. Где-нибудь меня сейчас адская башня подловит. О, ребята, смотрите, как далеко я от всех оторвалась. Все там еще где-то к серединке подбираются. А я уже на финальном, ого, 11 уровне. Смотрите, какой красивый синий цвет. Друзья, ну опять, опять эти крутящиеся кольца. Мне кажется, что я все время заканчиваю этими кольцами. Наверное, потому что это один из самых сложных уровней на этой башне. Адской башне. Смотрите, внизу меня прям адское пекло, адское колесо. Но ничего, сейчас я справлюсь с этим кружочком. И я где? Я в финале на высоте. Я в самом верху. Я сейчас буду в самом верху адской башни. Ребята, ну-ка, раз, два, три. И опа! Оле-опа! Ребята, я дошла. Ура, ура, ура! А с вас, кстати, обещание. Жирненький, жирненький лайк. Ставьте, ставьте, ставьте. Такой, давайте, горячий, горячий лайк. Давайте, подогрейте, подогрейте меня горячими лайками. Ребята, я не могу поверить. Вот так взяла, начала играть. И с самого первого раза дошла до финала. При этом я установила 11 уровней. То есть я сделала игру еще сложнее. Ох, ну самое время пойти получить приз. У-ху, так что вы мне дадите. Вы мне дадите прыжки. Итак, ребят, а теперь, а теперь давайте, знаете, что сделаем. Сначала посмотрим вниз. А-а-а, сколько уровней я прошла. Все светится, крутится. Ай, как опасно. И, кстати, до сих пор никто сюда не пришел. А теперь наша задача с вами точно так же в целости и сохранности спуститься вниз. И, знаете, не разбиться, а спуститься. Давайте попробуем вот так вот. Оп-оп. Как бы не попасть на линию. Интересно, получится у меня спуститься в безопасности или нет. Вы как думаете, ребята? Вы спускались или нет? Напишите в комментариях, вы спускались в целости и сохранности. Или, или, или просто прыгали, разбивались и все. И таким образом оказывались внизу. Так, я, кстати, сейчас первый раз, по-моему, буду так вот вниз спускаться. Потому что до этого я просто улетала в бездну. И на мелкие кусочки разрывалась. Кстати, я достаточно быстро добралась до низа. Конечно, я не проходила все трудности всех уровней, просто их пролетала. Ура, ура, ребята. Вот так вот началась наша игра с поломки, а закончилась хэппи эндом. Кстати, ребята, если вам нравится мой золотой костюм, который я сделала сама, то похвалите меня, поставьте мне лайк. Кстати, в моей группе в Роблоксе есть магазин, и там всякие одежки, которые я сама создаю. Можете туда заглянуть. Ссылочку оставлю в описании к видео. И напоследок я вам хочу рассказать, что есть одна игра, которая в сто раз, в сто раз сложнее Адской Башни. Да-да, ребята, это Оби Кинг. И если вы хотите посмотреть, как я в нее играю, то, пожалуйста, давайте наставьте мне много лайков, потому что там очень-очень сложно. Адская Башня это вообще легкотня по сравнению с той игрой. Так что, ребята, будет много лайков, следующая серия будет Оби Кинг. Справится ли бабушка Шо-шо? Смотрите в следующей серии.